Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «При мудрости Соломона» и сегодня перед нами третья глава. Мы говорили в предыдущей лекции о том, что вся вторая глава – это монолог нечестивцев. Упомянули об оппозиции нечестивец-праведник, о том, как она выражена в Верховном Завете и конкретно в данной книге, и сказали о том, почему нечестивцы говорят, а праведник безмолвствует. Третья же глава развивает тему праведника. То есть уже была выражена позиция нечестивцев, но что же с праведником? Души праведных в руке Божьей, и мучения не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением. Но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказаны они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они высияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Ибо благодать и милость со святыми Его, и промышление об избранных Его. Здесь несколько регулярных Ветхозаветных тем. К примеру, тема того, что праведникам принадлежит суд над миром. Она встречается в Ветхом Завете неоднократно. Суд и владычество часто параллельные темы в Ветхом Завете. Кому принадлежит суд? Тому, кто является первенствующим в народе. Поэтому, когда говорится о судящих праведниках, имеется в виду в том числе и праведник владычествующий, первенствующий. Это та самая идея, что в конце времен праведники восторжествуют, несмотря ни на что. Что весь мир будет отдан им власть и владычество. Души праведных в руке Божией и мучений не коснется их. Отметим. Эта фраза оказалась очень популярной и, наверное, вообще одной из самых популярных фраз из всего Ветхого Завета. Несмотря на то, что мы говорим о второканонической книге. То есть, Бог печется о праведниках. Он их содержит и все его внимание приковано к ним. И мучения не коснется их. Дальше весь текст до 10 стиха комментирует этот фрагмент. Ведь мы слышали во второй главе рассуждения нечестивцев, говорящих. Он считает, что он праведник, что Господь печется о нем, что его путь отличается от путей наших. То есть, сейчас мы это проверим. Мы испытаем его одним, другим, третьим. И тем самым, напомню, что нечестивец не видит другого исхода, кроме как проистекающего из его же логики. То есть, я докажу, что Бог не печется о нем, что его праведность бессмысленна. Вторая глава уже содержит ремарку про то, что они так думали и ошиблись. Здесь же развернутый комментарий к размышлениям нечестивых. В глазах неразумных они казались умершими. Исход их считался погибелью. То есть, в рамках наблюдаемой действительности мучения вполне возможны. Мучение может коснуться праведника. Но это вопрос оценки. Автор дает другое осмысление происходящему. Почему в жизни человека, который пытается построить свои отношения с Богом правильным образом, мучение вообще возможно? Нечестисты в каком-то смысле продолжают только в обратном виде. Ту же логику книги притч. Когда ты праведник, значит ты должен благоденствовать. Если мы можем сделать так, что ты не благоденствуешь, значит Бога нет и все бессмысленно. Но с этим тезисом притч они как бы внутренне получаются согласны. Напоминаю, притчи говорят, что если ты праведник, у тебя все должно быть хорошо здесь и сейчас. Автор подчеркивает. В глазах неразумных они казались умершими и исход их считался погибелью. Самые простые примеры, даже если мы абстрагируемся от Ветхого Завета, это пример христианских мучеников. Ни о ком из них сказать, что они прожили хорошую, долгую, счастливую, насыщенную жизнь нельзя. Для древних сам феномен мученичества за веру как минимум неоднозначен. Традиционно языческие божества не предполагают такой степени вовлеченности и однозначности для поклонения им. Поэтому для античных авторов принципиальность христианской позиции или, например, еще иудейской позиции, если мы говорим о запрете еврейского культа на палестинских территориях при Антиохе IV, вот такая категоричность для них непонятна. Что такого? Ты взял горст Ладана, бросил в курильницу, например, перед статуей императора, развернулся и ушел. Это знак политической лояльности, не более. С точки зрения как иудеев, так и христиан, это абсолютное мироотступничество. И люди, которые не идут ни на какие подобные соглашательства, являются безусловным примером. Хотя они, конечно, умершие. И конец их кажется погибелью, в том плане, что конкретно в рамках жизни здесь и сейчас все закончилось самым худшим из возможных образов. И автор подчеркивает. Они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. Этот текст для Ветхого Завета не очень характерен. Потому что хотя с одной стороны Ветхий Завет и говорит, а точнее мы видим периодически всплывающую в нем тему воскрешения, но ни о какой системной надежде на бессмертие в его новозаветном понимании речи не идет. И дальше звучит идея, которая впоследствии будет системно развита, в том числе и в христианской традиции. Немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными его. Это логика, которую мы встретим как раз, к примеру, у мучеников, так, например, и у преподобных. Когда человек несет некие труды и тяготы в рамках своей жизни, но при этом сам не рассматривает их как что-то значительное по сравнению с итогами, которые он ожидает. И причем здесь мы получаем два прочтения этого рассказа. Одно бытовое, а другое оригинальное, изначально задуманное. Бытовое достаточно просто и популярно. Я сейчас потерплю, а потом-то получу все. В рамках этого понимания мы часто рассматриваем подвиги святых. Да, конечно, там он не ел и не пил, а ведь потом-то он получил целое царство. Здесь всегда вопрос акцента. Потому что отношения с Богом могут строиться из разных мотиваций. Страх наказания, желание каких-то преференций, или же просто желание и поиск Бога. И в этом смысле бытовое понимание обычно стоит на двух первых позициях. То есть я делаю хорошо, чтобы мне не было плохо потом, или делаю хорошо сейчас, чтобы мне было еще лучше потом. Но единственной реальной мотивацией является желание с Богом быть. Это иногда даже приобретает достаточно непривычные для нас формулировки. Так Достоевский пишет. «Если бы кто-то доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, чем с этой истиной». Это очень нелинейная вещь. Эта фраза хорошо подчеркивает реальные смыслы, что мученики искали Христа. Все по-разному, безусловно, очень по-разному. Кто-то сознательно его знал и понимал, и к нему стремился. Кто-то пошел по этому пути подражательно, увидев, что вот оказывается, как люди могут себя вести, и вот ради чего, оказывается, можно так делать, и я буду так же. Но в общем смысл таков. Действительно, немного наказаны, а немного облагодетельствованы. Но делают они так не для того, чтобы быть многооблагодетельствованными. Это не логика долгосрочного вклада. Это реальное отношение любви. Он испытал их как золото в горниле и принял как жертву всесовершенную. Идея богоугодной жертвы также будет больше характерна для новозаветных текстов. В Ветхом Завете мы видим, Авраам спокойно заложил свою жену фараону, Потому что лучше быть без жены и живым, чем с женой и мертвым. И практически все тексты Ветхого Завета, классические, говорят о абсолютной ценности жизни. О том, что нет ничего ценнее ее. Нет ничего такого, ради чего и можно жертвовать. Храни жизнь, она одна. Второй у тебя не будет. Поздние тексты Ветхого Завета переосмыслят эти идеи. Книга Даниила, книги Маковейские, книга Премудрости Написаны достаточно поздно. Относительно, например, основного Ветхозаветного корпуса. Во всех них такого типа идей мы встретим. И если в Премудрости это будет просто деперсонифицированная идея, Мы говорили, что Премудрость, как правило, не содержит имен И на кого конкретно не ссылается. То есть есть определенный уровень абстрагирования. То, что в Данииле, что в Маковейских книгах Мы увидим конкретные примеры страдающих праведников, Которые страдают и умирают за Бога. У Маковеев это Соломония и ее семеро сыновей. В Данииле это сам Даниил, отказавшийся поклоняться идолу И, соответственно, оказавшийся ворву с львами. Или трое отроков, которые оказались в горящей печи, Также ввиду отказа от поклонения ложным богам. И их спасает Бог. А Маковеев, к примеру, не спасает. Хотя они образец праведности. Именно здесь, на границе Ветхого и Нового Завета, Мы видим, как данная тема начинает однозначно звучать. Есть нечто важнее, чем просто жизнь как таковая. Потому что со смертью жизнь не заканчивается. И в Новом Завете это обретет личностное прочтение. Все сойдется в фигуру Христа. И все остальные новозаветные герои будут подражать Христу. То есть здесь, в поздних текстах Ветхого Завета, Мы говорим о каких-то штучных примерах, Которые только закладывают эту логику, А свое конкретное измерение она найдет несколько позже. Опять же, нам важно не устраняться здесь и от конкретного исторического контекста. Мы понимаем, что данный текст написан к читающей диаспоре, Которая, с одной стороны, не ставится в положение, например, Пророка Даниила или отроков в Вавилонской печи. Евреев никто в этот момент не убивает за то, что они евреи. Просто для них, кажется, выгоднее несколько смягчить свою этничность, А в том числе и религиозность. Уйти от образа идеального другого. Для того, чтобы войти в социум и пользоваться его благами, Надо быть адекватной этого социума частью. И автор напоминает им, что люди жизнью жертвуют и остаются с Богом, А вы, опасаясь за плотность кошелька, Уже готовы в полном покое забыть о завете и о вере отцов. Выбор этот, надо заметить, в диаспоре осуществлялся по-разному. Негативный пример – Тиберий Юлия Александра, Племянник того самого Филона Александрийского. Ввиду того, что он в том числе отказался от иудаизма полностью, Он достиг очень больших высот в римской карьерной лестнице. Он управлял Иудеи, а впоследствии Египтом. И крайне жестко преследовал своих единоплеменников. Поэтому слова премудрости – не просто красивые теории, А священные глаголы, задача которых – сохранить народ в Боге И привлечь сюда народы иные. К вопросу ценности страдания. Ветхий Завет рассматривает этот вопрос только в негативном ключе. Страдание – зло, от него нужно уйти. В страдании никогда нет ничего хорошего, Оно противоестественно человеку и миру. В данных стихах мы видим осмысление страдания. Если бы мы говорили о богословии, то упомянули бы, Что есть вещи, которые происходят в мире из-за того, Что Бог хочет, чтобы они были, А есть те, которые Он допускает, чтобы они были. То есть одни происходят по воле Бога, По промыслу, а другие по попущению. И между ними пропасть. Здесь о страдании мы читаем. Он испытал их, как золото в гарнире, И принял как жертву всесовершенную. Не потому, что Бог хотел их испытать, Но потому, что Он оценил то, что с ними произошло. Оценил совершенно конкретным образом. Корпус учительных книг ставит очень болезненные вопросы. Вопрос зла и страданий на самом деле самый радикальный. Если Бог благ, почему в мире зло? Но этот вопрос упирается в свободу. Зло существует ровно потому, Что оно живет в том пространстве, Которое Бог закладывает для осуществления свободы. Он закладывает его не для осуществления зла, А к тому, чтобы в нем можно было развернуть что угодно. Но так как есть шанс повернуть куда угодно, Велика вероятность поворота к злу. И сразу испоперять молнией за этот выбор Бог не будет. Потому что это значило бы, что свобода иллюзорна, И Бог так не делает. Его любовь предполагает определенную степень доверия, При том, что он знает, как им воспользуются, И все равно оставляет этот шанс. Это происходит не ввиду того, что он безумен, А ввиду того, что он имеет уверенность, Что на одном из этапов этим шансом распорядятся правильно. Хотя до этого может быть множество неправильных попыток, Но он педагог не обремененный временем. Принял их как жертву всесовершенную. Бог принимает благоприятные жертвы, Он благоволит им и рад им как дару любви. Но относительно страдающего праведника Присутствует не радость Бога, А отеческое принятие. Бог как бы говорит, Если вам не нашлось на земле места, Я рад вам. В доме Отца у моего много обителей. Если вас не хотели видеть там, Я всегда хочу вас видеть здесь. Во время воздаяния им Они воссияют, как искры бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, А над ними будет Господь царствовать вовеки. Нужно заметить, что подобная же идея Потом найдет почти дословное подтверждение в Апокалипсисе, Где также говорится о том, Что праведники будут над народами, А Господь будет над всеми. Это в том числе и видение небесного Иерусалима. Здесь маленький итог этих рассуждений о праведнике, Как антифон противопоставления рассуждениям нечестивцев. Эта мысль созвучна большинству ветхозаветных текстов Про то, что праведники наследуют благо, Их род благословен, А нечестивцы вымрут на корне. Но в стихе несколько другой акцент. Нечестивые, как умствовали, так и понесут. Указывается взаимосвязь не с карающим Богом, А причинно-следственная связь. Тот, кто посеял зло, снимет с него богатый урожай. И именно поэтому презирающий мудрость и наставление несчастен. Надежда его суетна, Потому что эта надежда только на себя. Он подобен Мюнхгаузену в своей попытке Вытащит себя за волосы из болота. Оттого и жены их несмысленны, И дети их злые проклят от их. Не потому, что его проклинает Бог, А потому, что он все это системно закладывает туда сам. И просто то, чего хотел, то и получил. А далее идет текст, серьезно отличный от всей Висхозаветной логики. Блаженна неплодная, несквернившаяся, Которая не познала беззаконного ложа. Она получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и Евнух, не сделавший беззаконие рукою, Не помысливший лукавого против Господа, Ибо даст ему особенная благодать веры И приятнейший жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, И корень мудрости неподвижен. Так как Ветхий Завет не говорит что-либо конкретного о посмертном воздаянии, То он плотно упирается в тему продолжения рода Для продления человека в этом мире. То есть человек уходит, но продолжает быть в потомках. В иудаизме времен Христа на фоне ярких мессианских ожиданий Эта тема была очень важна и востребована. Человек уходит, а некая его часть Получает грядущее блаженство в век прихода Мессии. Если не дети, то внуки, не внуки прави, правнуки, неважно. И соответственно истребляется тот род, который настолько греховен, Что не имеет никакой надежды на это грядущее время. Он засохнет еще до его наступления. Здесь с одной стороны озвучивается похожая идея, А с другой стороны превозносятся вещи ей глубоко противоречащие. Блаженно неплодная, не сквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа. Она получит плод при воздаянии святых душ. Все матери народа израильского бились над деторождением. Сара, Ревека, Рахиль. Причем у всех была серьезная проблемность с этим. И разрешение ее рассматривалось как прямое благоволение Бога. Это принципиально важно. Через потомков Бог благоволит. Он им обещает. Апостол же Павел скажет, что Авраам поверил Богу И проходил всю жизнь по Палестине, не имея наследия в ней, ни на пяту ноги. Но Бог его потомкам обещал и им же и дал. А Авраам верил ему в надежде обещания будущих благ. При том, что сам он от Бога, ничего того, о чем он напрямую говорил, не получит. От тебя произойдет огромный народ. А ведь родился от Сары, один единственный сын. Сложно уложить эти обещания огромного народа в конкретного человека. Ведь который сегодня есть, а завтра избави Бог нет. Болезнь, дикий зверь, стрела и что угодно. Но Авраам именно сюда и вкладывает всю свою надежду. Здесь же говорится о блаженстве женщины, которая вообще не рожала. Нужно заметить, Ветхий Завет говорит о принципиально, кстати, другой женской роли. Для многих древних текстов женщина глубоко функциональна. Мужчина деятелен, в нем есть некая потенция, некое движение к чему-то. А женщина это функционал. То есть она есть и нечто обеспечивает, не более того. То есть она не очень даже для авторов интересна. Для Ветхого Завета это не так. Даже повествование книги Бытия, где сначала творится Адам, а только потом от него Ева, казалось бы, да, формирует отношение подчиненности. Но нет. Даже традиционные еврейские комментаторы говорят об этом очень оригинально. Что Адама Бог просто берет от земли, а Еву производит. То есть Адам просто делается, а Ева результат тонкого труда. Это, к слову, почему женщина красивее мужчины, потому что она некая завершенность. Это показывает другую роль, что женщина не хуже, не лучше, а что она другая. В этом смысле, через огромный объем текстов, мы приходим еще раз к этой мысли, что женщина важна не как машина, которая производит детей, что ее предназначение в мире к этому не сводится. Это ее естественная функция. Это хорошо и правильно. Так и должно быть. Это закон мира, первое благословение человечества. Но если она его не исполнила ввиду чего-то, ввиду того, что она неплодна, то есть что она не рожала не потому, что не хотела, она от этого не менее ценна врача Божия. И в данных стихах эта мысль озвучена несколько иначе даже. Та, которая не познала беззаконного ложа. То есть, может быть, она неплодна именно в этом браке. То есть, не факт, кто тут бесплоден. Может быть, с каким-то другим мужчиной она бы и зачала, но она принимает это как факт и проживает так свою жизнь. И к этой теме, которую 4 глава будет очень плотно озвучивать, мы еще вернемся. Также говорится здесь о евнухе, то есть о мужчине, который не может зачать. Дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. Это противоречит большинству ветхозаветных текстов, потому что Ветхий Завет говорит, что Богу приносится все без порока. То есть, без порока не только в плане морального и нравственного совершенства, но и в плане физическом. Трехногий ягненок или безухий баран остается дома. На жертвенник Богу должно прийти лучшее. Равно как и люди, которые совершают служение в храме. Физическими пороками отягощены быть не должны. В том числе и функция деторождения должна быть у них неповрежденной. В том числе и традиционная премудрость напоминает, что праведник многодетен. То есть ни о каком евнухе в храме, как о служащем тем более в храме, речь в принципе идти не может. Это прямо запрещено рядом текстов Писания. И здесь говорится о том, что человек, который не помыслил лукавого против Господа, то есть сумел как-то это принять, ему дастся приятнейший жребий в храме Господне, имеется в виду в вечности, он будет сопричтен к лучшим служителям, которые при жизни в храме это служение несли. А ведь он презрен, отвержен, бездетен. Если он сумел все это вместить и понести, оказывается он принципиально выше или как минимум однозначно равен им. В Ветхом Завете эти темы в таком виде затронуты, наверное, лишь еще пророком Исаии. Здесь мы видим преварирование личности над любыми ее отдельными категориями. Для Бога не важен пол, возраст, социальный статус, физические возможности, интеллектуальное развитие и множество других характеристик, которые обычно обуславливают наше место в этом мире. Потом об этом скажет Новый Завет. Немудрая мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрых. И незнатное мир избрал Бог. То есть ему важен человек, чем наполнен человек. Богу безразличны социальные категории в этом смысле. Хотя начинает-то он с них. Ветхий Завет, в общем-то, да, ведь он весь про социум, про народ. Там фигура одного почти не представлена. Это все фигура народа. Здесь же мы видим, как фигура одного вырисовывается со всей четкостью. Несколько похожие темы мы могли бы встретить у пророков. Но там это пророк будет уникальной фигурой. То есть у Бога отношение с ним, но все равно через него с народом. Он важен, нужен, ценен, но потому что он голос Божий к этим людям. Здесь же говорится о человеке как таковом. Вот этот упоминаемый Евнух. Это упоминаемое неплодное. Не говорится, что они о том, что они какие-то фантастические люди. В плане того, что их назначение в жизни народа какое-то огромное и особенное. Нет. Это вообще человек. Это вообще не мудрое мир. Вообще не знатное мир. Кто это? Обезличено полностью. Это важно в новозаветном контексте принципиально. Конкретный человек. Именно ради него примет распятие и воскреснет Христос. Не для народов, но для меня и для вас.